Комсомольское время На зависть Жуковскому в Комсомольском государственном университете открылась лаборатория аэродинамики. Умные и талантливые лучшего студента выбрали среди учащихся в высших и средних учебных заведениях города юности. 27 января – памятная дата. В этот день наша страна вспоминает о снятии фашистской блокады Ленинграда советскими войсками. К этой дате в Комсомольске прошла всероссийская акция «Блокадный хлеб». Длившаяся почти 900 дней и ночей блокада Ленинграда унесла около миллиона жизней и стала самой кровопролитной в истории человечества. При этом от боевых действий погибло всего 3%, остальные – от голода и холода. Ежегодно по всей стране в конце января проходят акции памяти. Акция «Блокадный хлеб и ленточка Ленинградской победы» проходит в городе уже не первый год. Вообще, это всероссийская акция. Хабаровский край присоединился к этой акции. А в городе Комсомольске-на-Амуре ее проводят отдел по молодежной политике администрации города и наши подведомственные центры – центр медшкольной работы «Юность» и центр «Дземги». В этот раз акция прошла в двух крупных торговых центрах – Ленинского и Центрального округов. Ее цель – сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда. Ключевым стал кусочек хлеба – символ стойкости и мужества защитников города. Испечь его помогла предприниматель. Современная рецептура лишь приближена к историческому. На сутки выдавалось одному человеку 125 грамм всего. Так и выдаем. Возьмите, пожалуйста, хлебушек. Берите. Вместе с хлебом дети-педагоги выдавали листовку-продовольственную карточку, по которой в то время и получали суточный паек и разъясняли суть происходящего. По словам курсантов, участие в акции для себя считают честью. Для меня это имеет большое значение, поскольку это память великих героев. Также это прекрасные люди, которые пережили то ужасное время. И смогли пережить тот голод. Еще одним символом стала муаровая ленточка, которую также раздавали посетителям. На такие крепились медали за оборону Ленинграда. Зеленый цвет символизирует жизнь, а оливковый – победу. Носят ее, как и георгиевскую, у сердца. Эти люди, которые обороняли Ленинград, они герои и пожертвовали с собой ради нашей хорошей жизни. И мы не должны это забывать. Великая Отечественная война затронула практически каждую семью. Педагог Юлия Ибрагимова рассказала, что ее дедушка в 17 лет отправился на фронт. Наш долг, наша обязанность, как педагогов, напоминать об этом, говорить, говорить как можно громче, говорить как можно чаще. Чтобы ребята знали, чтобы ребята слышали и все-таки передавали дальше своим уже детям, когда они вырастут. Это очень важно. Около тысячи кусочков блокадного хлеба и муаровых ленточек раздали в ходе акции комсомольчанам. В память о тех, кто отстоял родину. Анна Тютюник, Валерий Тогушев, для выпуска новостей. Уже около 900 жителей края вошли в национальный регистр доноров костного мозга. Люди, готовые стать донорами, потенциально могут помочь пациентам с онком и заболеваниями. Нередко для них пересадка костного мозга – единственный шанс выжить. Сегодня как минимум два часа повязки не снимайте, пожалуйста. Физнагрузки исключайте. Полноценное питание сегодня, обильное питье, больше ничего не нужно. Антон Бычков – почетный донор России. Уже 13 лет он регулярно приходит на краевую станцию переливания крови. Вот и сегодня сдает плазму. Рассказывает, что в этом году принял решение вступить также в национальный регистр доноров костного мозга. Надо помогать друг другу, поддерживать. Не все у нас здоровые в стране. Кому-то может в настоящее время потребоваться, кто-то может заболеть. Надо поддерживать друг друга. Заявку для вступления в федеральный регистр Антон оставил на едином портале госуслуг. Новый сервис появился в конце прошлого года во вкладке «Здоровье». Там можно узнать подробную информацию о процедуре, чтобы предложить свою кандидатуру на донорство. А после сдать образец крови. Дальше этот образец крови транспортируется в научно-исследовательский институт. Он конкретно на нашем примере в город Киров, ну либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. Каждая станция закреплена за каким-то головным научно-исследовательским институтом, который уже проводит типирование образца крови донора. Ну и формируется регистр. То есть эта информация хранится до поры до времени, пока на нее не придет запрос. После поступления запроса донора приглашают на повторное обследование. Далее на донацию в Киров. Пролет оплачивает государство. Сама процедура донорства безвозмездна. Один из тех, кто ее прошел – хабаровчанин Никита Гордиенко. Его стволовые клетки подошли маленькому мальчику из Казахстана. У меня это брали процедуру эфирет. Ну то, что всех думают, что костный мозг забирают напрямую через позвоночник. То есть иглу тебе здоровую втыкают и выкачивают. На самом деле это не так. На самом деле это процедура эфирет. Вот как плазму сдавать, человек вон сзади сдает плазму. То есть с одной руки у тебя кровь выкачивают, прогоняют через афарат. Там эти клетки отделяются и в другую руку уже твоя кровь поступает. Таких, как Никита, в Крае уже пять человек. Пересадка их стволовых клеток спасла жизни онкобольных пациентов. По словам врачей, найти подходящего донора костного мозга непросто. Шанс составляет всего один к десяти тысячам. При этом, чем больше человек будет в национальном регистре, тем вероятность выше. На данный момент в него вступило уже около 900 жителей Края. Единовременную финансовую помощь могут получить жители Хабаровского края. Эти деньги можно использовать для открытия своего дела. Программа поддержки называется «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края». Вступить в нее могут безработные граждане. Прежде чем получить средства, придется пройти тестирование. Если оно выявит недостаточную мотивацию и отсутствие необходимых знаний, кандидатов направят на обучение основам предпринимательской деятельности. В эфире рекламная пауза. Не переключайтесь. Компания «Мекос» представляет жилой комплекс «Надежда» в Хабаровске. Он сочетает в себе экологичность загородного проживания и близость к городской инфраструктуре. Наша главная задача – строить качественное и комфортное жилье. Мы строим из кирпича материала, проверенного временем. Сдаем все в срок. Варианты квартир как для инвестиций, так и для жизни. Всего от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Студии станут отличной первой квартирой для молодежи. А для семей есть выбор больших функциональных квартир. Большая благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками закрыта по периметру и находится под видеонаблюдением. Из окон дома прекрасный вид на зеленый парк мира. Это украшение района. Сегодня у вас есть возможность побывать в своей будущей квартире и примерить ее на себя. Мы оборудовали шоурумы. Обязательно приезжайте. ЖК «Надежда». Действительно доступный комфорт. Звоните сейчас. В Комсомольском на Амуре Государственном университете открылась новая лаборатория аэродинамики. Она создана для изучения движения тел в воздушном пространстве. Это совместный проект вуза и производственного центра филиала ПАО «Корпорация Иркут». В современной аудитории побывал Максим Мирсон. В этой обновленной аудитории студенты будут постигать законы аэродинамики. Также здесь начнут проводить занятия и со школьниками города. Современная лаборатория станет площадкой для подготовки квалифицированных кадров. Это обновление необходимо, так как студенты приходят на производство, и они уже видят совершенно другое оборудование, современное. И вуз должен полностью соответствовать этим требованиям. Идея создать учебную лабораторию для будущих инженеров родилась летом прошлого года. Была сформирована рабочая группа, строители и дизайнеры создали проект. На его основе сделали сметы. В ноябре начался ремонт. Дизайн проект делали наши студенты, непосредственно, конечно, под руководством преподавателей. Сделали очень в короткий срок. Ну и вы видите, что получилось. Пока в лаборатории находится только мебель и мультимедийное оборудование. Уже в марте здесь появится аэродинамическая труба. Это главный прибор для проведения исследований. В рамках студенческого конструкторского бюро мы планируем проводить исследования в этих аэродинамических трубах. То есть можно разрабатывать свои модели, дальше печатать их на 3D-принтере и в аэродинамической трубе получать характеристики. Аэродинамическая лаборатория – результат сотрудничества университета и комсомольского филиала корпорации «Иркут». Авиастроительная компания вложила средства в создание современной аудитории и планирует реализовать совместно с ВУЗом еще несколько проектов. Мы хотим, чтобы студенты комфортно, интересно учились и была возможность для развития инженерно-технического потенциала, для самореализации, для раскрытия творческого потенциала. В этом году также ожидается ремонт в фойе университета. Кроме того, будет реализован проект по созданию современного сквера на территории ВУЗа. Максим Мейрсон, Елизавета Глинкина для выпуска новостей. В Комсомольске-на-Амуре выбрали студентов года. Традиционный конкурс проходит вот уже более 10 лет. Учащиеся в высших и средних профессиональных учебных заведениях поборолись за победу в рамках ежегодного конкурса. Подробности у наших коллег. Байки из общежития, спортивные успехи и социальная активность. Эти и другие тематики стали основой для творческих номеров комсомольских студентов. 10 конкурсантов демонстрируют всевозможные грани своих талантов, чтобы получить желанный приз. Звание «Студент года». Мы сегодня, получается, выбираем лучшего студента среди мальчиков и лучшего студента среди девочек. Поэтому у нас будут номинации «Мисс студенчество», «Мистер студенчество». Победителя выявляют в течение нескольких этапов. Фотосессия, визитная карточка, интеллектуальные и творческие конкурсы, а также дефиле. Жюри строго оценивает выступления каждого и выставляет оценки. Еще к людям должен быть закрытой душой, быть честным, справедливым, не дороги иной. Евгений Файзулин из Комсомольского государственного университета представляет зарисовку из будни ловко-военоходчивого студента. Вместе с командой единомышленников он собрал ироничное видеоэссе про жизнь общажную. Слушайте, пацаны, может, пойдем учиться? А, ну, что надо? Общий, не знаю, блин. Учего, вы и спи. Да это как-то все на юморе делалось. Как-то просто, ну, посидели, подумали, покумекали раз и что-то. Да давай вот так, да давай. Все здорово. Впрочем, не юмором единым. Каролина Карпинская заканчивает Амурский педагогический университет. Ее номер целиком посвящен путешествиям. А конкретно Александре Потаниной. Это первая женщина, принятая в русское географическое общество. Я ведь вместе с мужем, я нахожусь в экспедиции по тибетскому Нагорю. Я всего лишь бродила по ближайшей местности и делала зарисовки ландшафта. Как вдруг услышала мелодию барабанов и оказалась тут в запертии. В 2021 году я взяла звание мисс АМГПГУ. Вот, и решила, так как я уже пятый курс, уйти, так сказать, красиво и поучаствовать напоследок в конкурсе. Уйти красиво действительно получилось. Каролина Карпинская становится мисс студенчества. Звание мистер студенчества оставляет за собой Виктор Шибалдин. У меня на визитке очень такой глубокий номер про инвалидов и лицу СУВЗ. А на творческом номере у меня мое творческое выступление на гитаре на бою. Талантливая молодежь Комсомольска в очередной раз показала, что студенчество – это не только время, данное для обучения будущей профессии. Это пора для самореализации и открытия новых возможностей. Максим Мирсон, Елизавета Глинкина для выпуска новостей. Точно приточная? Да! Члены общественного совета проверили работу Центра гражданской защиты и службы ГОИЧС. Главное внимание привлекла система «Безопасный город». Анна Тютюник расскажет об этом. Оперативный зал единой диспетчерской службы. Здесь операторы круглосуточно принимают звонки на экстренный номер 112. В сутки поступает порядка 2000 сообщений о различных происшествиях. Основная масса – более 70% – оказание скорой помощи. Далее члены общественного совета прошли в комнату, где расположена система «Безопасный город». К ней подключены более 320 камер, расположенных по всему городу. Под зорким взглядом находятся общественные пространства, скверы, магистрали. Административные здания, школы, детские сады, все главные входы у нас. Пожалуйста, можете просматривать. Чтобы посмотреть на экране необходимый объект, нужно выбрать его в списке. Все телефонные разговоры хранятся в базе около пяти лет, а видеозаписи – 25 дней. При необходимости их можно поднять. Качество видео даже при увеличении позволяет распознать лицо или номер авто. Это помогает сотрудникам полиции в раскрытии преступлений. Здесь же показали небольшую часть реальной работы на происшествиях. После получения сигнала бригада спасателей незамедлительно выезжает на место к пострадавшим, а диспетчер координирует службы. Мы соединяем с экстренными правительными службами, которые требуются в этом происшествии в любом. Это полиция, скорая, место напоминается. И непрерывно пока, в скорой неделе до места, мы под диспетчером ведем этот звонок до конца. Пока нет, на весь режим пострадавшим не отпадутся. Далее общественникам показали классы по противопожарной и гражданской обороне. Здесь проводят занятия по пожарно-техническому минимуму с населением, предприятием и организациями. Сотрудники следят за актуальностью макетов и образцов оборудования. Сами спасатели постоянно оттачивают свои навыки в виде соревнований, либо на своей базе. Например, ликвидация ДТП с использованием транспортных средств, подлежащих разбору. Мы приезжаем, пригоняем в спецтехнику, садим манекен, заминаем эту машину в непонятно во что. И начинаем подробно изучать, как ее лучше разобрать. Для того, чтобы, как говорил Суворов, тяжелое обучение легко в бою, уже в реальных условиях, наиболее оперативно оказать помощь пострадавшим. Результаты осмотра член общественного совета обсудят на предстоящем заседании в первом квартале этого года. Оно будет посвящено безопасности населения. Анна Тютюник, Валерий Тогушев, для выпуска новостей. Это были все новости из Комсомольска на Амуре на сегодня. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что с вами в студии была Наталья Суркова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова